Значит, следующая наша тема это масла. У нас есть три вида масел, то есть бесцветные масла, которые... Для каких случаев они нужны? Первый, это тот же самый бейсоил, что мы показывали, вот этот тонированный, такой же, только бесцветный. Значит, для чего оно нужно? Опять же, для того, чтобы дать сильный поджиг, вы сейчас увидите, какой он получается, и потом покрывать уже защитным либо масло воск, который мы здесь будем показывать, либо лаки. То есть, именно цвет. Сейчас мы покажем, ладно, нанесешь как раз. Водные лаки, да? Водные лаки. Та же самая схема, тот же Classic Plus сюда добавляем, и дальше двое суток сушим и покрываем водными лаками. При том, что будет... Да, если водные системы идут, то Classic Plus обязательно добавляйте. Ну вот эти щиты, они сейчас чем покрыты? Они уже отшлифованы? Просто отшлифованы, ничем не покрыты. Ничем. Если вводные системы не идут, то добавлять не надо? Если вводные системы не идут, то Classic Plus добавлять не надо. Если дальше пойдет масло воск такое или такое, о котором я дальше расскажу, то не надо. Не надо же, да? Дырочку набираешься? Все то же самое. Все то же самое. А, это что-то как бы тренировка? Это не тренировка, это бесцветная. Тоже вот такой же абсолютно продукт, только без пигмента, то есть просто чисто бесцветное масло. Просто вы видите сейчас, насколько оно красиво смотрится. Именно степень поджига. То есть очень насыщенный, очень так и благородный цвет получается. Пакет отодвинули от стенки. Все то же самое. Белый пат, выливаем серединку, игольчатая насадка. Больше не надо, да? Не подчиняем. Где крышечки? Дай я сразу. А крышечки здесь, ведь? Да, Илёш, дай мне. Что, там еще одно? Не, не, не надо, надо поставить. Надо? Спасибо. В общем-то так же, это натуральное масло без моста. В общем-то, как я себе понимаю, просто декоративная патра идет. Защитная патра, она, конечно, имеет, правда, на настоятельную. Но лучше сверху, чем потом патра. Нет, это не может быть, если у нас патра, это не просто просто везде. Без мотора. Да, без мотора. Без мотора. Чистое масло на это самое, натуральное, растительное масло. Типа злато, да? Которое в салатах. То есть, можно, кстати, это половину, а потом сюда израсходовать. Слушай, тряпка? Ну, вот, у меня есть. Где у нас вводная шутка? Вот, вот. На воду. Пускай виды, ну, вовы, сважнее, да? Вообще не работает. Все то же самое, так же можно ходить. Просто, ну, тапки красятся, поэтому... А носки жалко. Если они одни, вообще... Да. Да. Заборащивать не будешь, что ли? Нет. Тряпка лучше, конечно, менять. Вот, я по-быстрому делаю черновую, бывает. Основую собираешь. Потом еще одну, да? Потом уже чистую, да, сухую, уже, что-то гарантированно, гарантий все. Это начинается, может, такую розочку мыть. Красивую. Еще это? А часто вообще эти тряпки меняются? На сколько метров, примерно, вот тут? Слушай, ну, тут зависит от тренировки. Видишь, вот эта пожирнее. Темная, там, может, тремя тряпками сделать всю комнату. Вообще-то. И как определить, вот, когда ее менять? Это все... Сразу вязнуть начинает. Вязнуть начинает машина, во-первых. Когда она уже напитала, все. Вот, как сейчас, видишь, она такая жирненькая. Ну, и плюс, когда ты видишь, что, как бы, она уже не впитывает. То есть, ты возишь-возишь, а лужа, она осталась сверху. То же самое, обязательно осушать до самого контакта. Сверху, сушить, порху. Ну, по уму, да, минут 10-15 надо дать в первом виде постоять, чтобы до эмитина насосала в себя столько, сколько это возможно. Здесь, конечно, мы сейчас не можем. Потому что, когда ты делаешь на большой комнате, тебе так и происходит. Пока ты здесь нанес, там нанес, ты сюда вернулся. Уже вторые дома. У нас нет еще одного такого-то стола. На небольших щитах пока. Просто главное, показать вам приемку, как это начнет. Еще раз повторяю, это в большей степени депоративная фабрика. В чистом виде можно использовать по тем поверхностям, где не ходят. То есть, там стены, потолки, там можно в таком виде оставлять. А для полов, то есть, где нагрузка есть, конечно же, надо обязательно что-то... Или лаковые системы, или масло уже с воском. Потому что здесь воска нет. Это просто как антисептик, что ли. Все то же самое. Или лак, или масло. Любые из вот этих два масла. Или это, или это. Или алкидные, возможно, да. Или водные, или компонентные тоже. Все это важно. Потому что здесь, видишь, цвет, получается, да. То есть, с лаками такой цвет, ну, нет. Ну, как от алкидного. Как от алкидного, получается, да. Причем этот щит, он, как бы, несмотря на то, что щели темные, но здесь дуб достаточно светленький. То есть, ну, а в этом щите он, наверное, еще бы темнее был, скорее всего. Вот видишь, вот еще такой, как бы, глянцый масло. А Володя не дотер. Это именно, он здесь остановил машину и поднял. Он сейчас просто вытрет это сухой. Но если это не вытирать, это будет... Это плохо. Да, обязательно осушать, да. Ну, вот в таком виде, в принципе, может быть, оно и высохнет. Потому что здесь минимум. Ну, конечно, надо. Ну, вот, протерли вот это место. Одним словом, излишки протирает. Обязательно, обязательно. Да не излишки, они тут так. Да. Ну, осмы, как не наносится, она оставляется. Да, вот. Осма вообще сразу тут 50 на 50. Это гораздо лучший материал. Выбираем материалы, которыми наиболее удобно работать. Лишь бы тело хорошее, но они ими работать невозможно. Ну, вот, таком же...